На южном берегу Украины, где Южный Бук встречается с Черным морем, расположен город Николаев, один из важнейших центров судостроения бывшего СССР и современной Украины. Именно здесь, на Черноморском судостроительном заводе, были построены все советские авианесущие корабли. Основанный в 1788 году по указу князя Потемкина, Николаев с самого начала задумывался как центр судостроения. К началу 20 века здесь функционировали несколько крупных верфей. После установления советской власти судостроительная индустрия города получила новый импульс развития. Черноморский судостроительный завод в Николаеве стал крупнейшим предприятием такого рода в СССР. Именно украинские инженеры, конструкторы и рабочие превратили его в уникальное производство, способное строить корабли практически любой сложности и водоизмещения. Первыми авианесущими кораблями, построенными в Николаеве, стали противолодочные крейсеры проекта «1123 Кондор», также известные как «Москва» и «Ленинград» по именам головных кораблей. Хотя они не были полноценными авианосцами, именно эти корабли, спущенные на воду в 1965 и 1968 годах, соответственно, положили начало созданию авианысущего флота СССР. На этих кораблях размещались противолодочные вертолеты Ка-25. Уникальность конструкции, разработанной украинскими инженерами, заключалась в совмещении функций противолодочного корабля и вертолетоносца. Настоящий прорыв произошел с началом строительства тяжелых авианесущих крейсеров проекта «1143 Кречет». Всего на верфях Николаева было построено 4 корабля этого типа. Киев был заложен 21 июля 1970 года и спущен на воду 26 декабря 1972 года. Он был достроен и введен в эксплуатацию 28 декабря 1975 года, но официально вступил в строй только в феврале 1977 года, после завершения всех испытаний. Имеющий имя в честь столицы Украины, стал первым настоящим авианосцем советского флота. После распада СССР был продан Китаю и превращен в парк развлечений. Минск – тяжелый авианесущий крейсер, служивший с 1978 по 1994 год. С 2000 по 2016 год он был тематическим парком, известным как «Минск World» в Шатоу-Сяо. В апреле 2016 года Минск отбуксировали в Дзянсу для выставки. 16 августа 2024 года он сгорел в пожаре в Наньтуне, провинции Дзянсу, завершив свою карьеру в качестве туристической достопримечательности. «Новороссийск» был обычным авианосцем, который служил с 1982 по 1993 год. Он был разработан для участия в наступательных действиях в качестве крейсера с управляемым ракетным оружием, в основном с использованием своих палубных ракет, а также для поддержки противолодочных и надводных действий с помощью своей авиагруппы. Это третий корабль проекта, названный в честь города-героя на Черноморском побережье. «Баку» считается отдельным классом из-за своих усовершенствований, включая фазированную решетку радара, обширные установки радиоэлектронной борьбы и расширенный комплекс командования и управления. Он был спущен на воду в 1982 году и находился на службе с 1987 по 1991 год в советском флоте под названием «Баку», а с 1991 по 1996 год в российском флоте под названием «Адмирал Горшков». В 2004 году «Горшков» был продан Индии с обширным переоборудованием и вошел в эксплуатацию как новый авианосец «Инс Викромадити». Эти корабли, спроектированные украинскими конструкторами и построенные руками украинских корабелов, стали символом технологического развития судостроения в Украине. Они имели водоизмещение около 40 тысяч тонн и могли нести до 30 летательных аппаратов, включая вертолеты К-25, К-27 и самолеты вертикального взлета и посадки Як-38. Вершиной авианосного строительства в Николаеве стал тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», первоначально названный «Рига», затем «Леонид Брежнев», позже «Тбилиси». Заложенный в 1982 году и спущенный на воду в 1985 году, он стал первым советским авианосцем с трамплинной схемой взлета, что позволило базировать на нем полноценные истребители Су-27 и МиГ-29. Водоизмещение корабля составляет около 60 тысяч тонн, длина — 305 метров. На его борту могут базироваться до 30 самолетов и вертолетов. «Адмирал Кузнецов» является единственным авианосцем в составе российского флота и на сегодняшний день, хотя с 2017 года находится на ремонте с неясными перспективами возвращения в строй. Последним авианосцем, заложенным в Николаеве, стал корабль проекта 1143.6 «Варяк» — улучшенная версия адмирала Кузнецова. Строительство началось в 1985 году, но после распада СССР в 1991 году работы были прекращены при готовности около 70%. Корабль остался собственностью Украины и в 1998 году был продан Китаю, предположительно для переоборудования в плавучее казино. Однако китайская сторона завершила его как полноценный авианосец. И в 2012 году он вошел в состав ВМС «НОАК» под названием «Леонин», став первым китайским авианосцем. В 1988 году на стапелях Николаева был заложен первый советский атомный авианосец «Ульяновск» проекта 1143.7. С водоизмещением около 75 тысяч тонн он должен был стать ответом на американские авианосцы класса «Нимец». Однако экономические трудности и распад СССР привели к прекращению строительства в 1991 году при готовности около 20%. Впоследствии корабль был разобран на металлолом. Создание авианосцев требовало не только производственных мощностей, но и уникальных технологий, многие из которых были разработаны украинскими специалистами. В Николаеве сформировалась мощная школа кораблестроения, объединявшая конструкторов, инженеров и высококвалифицированных рабочих. Важно отметить, что в Крыму, также принадлежавшем Украине, был создан наземный испытательный тренировочный комплекс авиации «НИТКО». Уникальный полигон для тренировки пилотов палубной авиации. Фактически вся инфраструктура советского, а затем и российского авианосного флота была создана на территории Украины. После обретения Украины независимости Черноморский судостроительный завод столкнулся с серьезными экономическими трудностями. Отсутствие государственных заказов и разрыв экономических связей привели к постепенному угасанию производства. Тем не менее, завод пытался адаптироваться к новым реалиям. В 2005 году здесь был спущен на воду первый украинский корвет «Владимир Великий» проекта 58250, хотя его строительство так и не было завершено. История строительства авианостоящих кораблей в Николаеве – важная часть промышленного и технологического наследия Украины. Даже сегодня, когда завод практически не функционирует, опыт и знания, накопленные украинскими корабелами, представляют огромную ценность. Возрождение судостроительной отрасли Украины, в том числе в Николаеве, могло бы стать важным шагом к экономическому развитию страны. Украина обладает не только производственной базой, но и, что более важно, интеллектуальным потенциалом для создания современных кораблей. История авианесущих крейсеров, построенных в Николаеве, наглядно демонстрирует значительный вклад Украины в развитие мирового судостроения. Все советские авианосцы были созданы трудом украинских инженеров и рабочих на территории Украины с использованием украинской промышленной базы. Этот факт особенно важен для понимания роли Украины в истории и ее потенциала как современного независимого государства. Николаевские авианосцы – не просто военные корабли, а символ технологических достижений украинского народа, свидетельство его инженерного гения и производственных возможностей. В современных геополитических реалиях важно помнить, что авианосный флот, которым сегодня гордится Россия, был создан на территории Украины и является продуктом труда украинских граждан. Адмирал Кузнецов – единственный российский авианосец. Это, по сути, украинский корабль, носящий российское имя.